МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги среды. В студии Олега Танзийский. Мы начинаем. И в начале выпуска об авиационном ЧП на востоке Ненинского округа сегодня совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, принадлежащий авиакомпании «Ютеер». Инцидент произошел на вертолетной площадке Пижма-1 в 12 километрах от поселка Хорягинск. Именно там базировалась воздушное судно. По информации главного управления МЧС, винтокрылая машина выполняла подрядные работы по заказу одной из нефтяных компаний. Авария произошла при возвращении на вертолетную площадку. Сейчас в аэропорту Наринмара работает моя коллега Алина Ваучейская. Она следит за развитием событий. Ей слово. Здравствуйте, коллеги! Все, что известно к этому часу, это то, что грузовой вертолет Ми-26, принадлежащий авиакомпанию «Ютеер», жестко приземлился в районе посадочной вертолетной площадки Пижма-1. Это в 12 километрах от нефтяного промысла Хорьяга. Известно, что на борту было 6 человек. Один из них погиб. Еще пятерых на автомобиле с места крушения доставили к нефтяному поселку Хорьяга. И уже оттуда вертолетом Наринмарского авиаотряда их доставили в Неницкую окружную больницу. Сейчас с пострадавшими работают медики. Коллеги! И вот как инцидент прокомментировал заместитель генерального директора Наринмарского авиаотряда Яков Меньшаков. Давайте послушаем. И вот только что мы получили кадры из Неницкой окружной больницы. На них мы видим, как на пяти каретах скорой помощи пострадавших доставили в главное лечебное учреждение региона. По предварительным данным, у двух членов экипажа подозрение на перелом позвоночника. Мы продолжаем следить за развитием событий. Все подробности в наших следующих выпусках. Другим темам. Ненасытный начальник столицы региона при получении взятки в 3 миллиона рублей с поличным задержан директор комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию. Об этом пишет пресс-служба управления ФСБ России по Архангельской области. В официальном сообщении говорится за 3 миллиона рублей руководитель унитарного предприятия планировал незаконно передать некой организации в пользование около полутора тысяч кубометров растительного грунта, принадлежащего КБ и БО. При этом стоимость земли составляла более 4 миллионов рублей. Следственный комитет России по Архангельской области Ненинскому округу уже возбудил уголовное дело по статье 290. Это получение взятки в крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление может составлять до 12 лет лишения свобода. Возведение образовательных учреждений профинансируют из федерального бюджета. Речь идет о завершении строительства нового здания третьей школы по улице Вятров. Кроме того, федеральные средства, предусмотренные для ясли и сада, на 60 мест. Дошкольные учреждения для самых маленьких жителей Наринмара появятся в микрорайоне Городецкий. Сдать объект должны до конца 2020 года. Алина Ваучейская продолжит тему. Прибыв на пустырь возле детского сада «Сказка», глава региона знакомится с проектом будущих яслей. Согласно документу, здесь должно появиться одноэтажное здание, в котором предусмотрены четыре стандартных группы для малышей от года до трех лет. По 15 человек каждая. Здесь же оборудуют музыкальные и физкультурные залы, пост охраны, пищеблок, медкабинет, прачечную, рабочие места для логопеда и психолога. Общая стоимость строительства – порядка 100 миллионов рублей. Причем 36 из них – средства федеральные. Это уже, собственно говоря, начало реализации этого национального проекта образования, то, о чем президент говорит. Это первый шаг, первые деньги, которые нам выделены на то, чтобы построить образовательное учреждение для детей ясельного возраста. До трех лет. Как пояснил руководитель департамента строительства Александр Лидер, сейчас завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Контракт с ним заключит уже в первой половине декабря. А уже к концу этого года на пустыре должны начаться работы по возведению яслей. Параллельно со стройкой дошкольного учреждения начнется оборудование подъездных путей, а также благоустройство территории. Может быть, мы там комплексно включим сюда и благоустройство? Я как раз сказал, что здесь слева надо сделать благоустройство, тоже какую-то детскую площадку, чтобы там, если родители забрали детей из детского сада, могли там вместе поиграть, провести временное. Хорошо, мы тогда с Олегом Ивановичем переговорим. Тогда, получается, здесь первоочередное понятно, что у нас ясли. Да. Второе должно параллельно строиться дорога и благоустройство этой территории. И следующим этапом, после уже строительства, наверное, следующим летом, если все будет в порядке, посмотрите фасад, сделать в тех же архитектурных решениях, чтобы сделать это неким единым пространством. Следующий объект, который проинспектировал Александр Цибульский – новое здание третьей городской школы. Здесь все идет согласно графика. Часть помещений уже подключены к сетям теплоснабжения. Там ведутся внутренние работы. Для завершения строительства необходимо еще 775 миллионов рублей. 400 из них уже в 2019 году выделят из федеральной казны. Я хочу вам сказать, что мы получили поддержку. В следующем году федеральное финансирование на этот объект подтверждено. Здесь, надо сказать, не просто это шло, но представитель правительства поддержал нашу инициативу. Благодаря нему мы со следующего года сможем наши региональные деньги направить на китыные объекты. Новую школу в микрорайоне авиаторов должны сдать в эксплуатацию к ноябрю 2019-го. Образовательное учреждение станет самым большим и современным во всем Заполярье. Школьный комплекс рассчитан на 700 обучающихся и будет состоять из нескольких зданий. Это основная и начальная школа, спортивные залы с пищеблоком и актовым залом, а также автокласс и автодром. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». Глава Ненинского округа вручил ключи от квартир первым новоселом дома номер 10 на улице Сущинского в Наринмарьем. Торжественная церемония вручения прошла в актовом зале мэрии администрации Ненинского округа, переданной городу 88 квартир для распределения гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Это дома по адресам улица Рабочая 21В, Пионерская 17, Октябрьская 22 и 29, Меньшкова 8, Совхозная 9, Заводская 12. Первые 24 семьи поздравили с новосельем и вручили ключи от новых квартир на первые лица города и округа. Вообще мы сейчас взяли хорошие темпы строительства. Мне кажется, я не раз об этом говорил, что ветхое аварийное жилье – это, наверное, проблема номер один. Мы можем решать другие вопросы, но тем не менее человек должен после работы приходить в комфортное место и быть радостным от того, что он может провести вечер дома в кругу семьи в хорошей квартире. Первые три секции 10-секционного дома по улице Сущинского сданы подрядчикам летом, квартиры переданы мэрией после устранения всех замечаний застройщикам. Я не могу передать прямо полностью ощущение. Ну не спала сегодня. Ждали квартиру 20 лет, выросли дети, появилась внучка. Ну верили, надеялись. Я сейчас понимаю, что программа президента работает, что можно верить нашему губернатору, что мечты сбываются, что сказать. Новый многоквартирный дом возводится на условиях долевого участия в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненинском округе. Стоимость контракта превышает миллиард рублей. Общая площадь приобретаемых квартир в доме составляет 13 891 квадратный метр. Порядка 40 домов мы расселим, только заселив, скажем так, первые три секции. То есть у нас город будет преображаться, и вы действительно будете жить в совершенно новом, другом микрорайоне. Зато в микрорайоне нуждается и в благоустройстве. Я уверен, что вместе с окружными властями излишни возможности там будет не только новая школа и Новый детский сад в кровь, но там требуется объект для благоустройства, потому что будет много детей, появятся большие стоянки. Там прекрасный вид, который, я так понимаю, что в ближайшее время там потребуется, наверное, все-таки обустраивать набережную и так далее, и так далее. На ближайшие 4 года округом заключаются контракты на строительство еще 17 домов в регионе. Оценили качество Наринмарских дорог депутата окружного собрания. Сегодня провели выездное совещание, в ходе которого проинспектировали объекты дорожного хозяйства. Основная цель – это еще раз обсудить целесообразность тех или иных преобразований и реконструкций дорожного полотна в городе и поселке Искатели. И все подробности далее. Первый объект, запланированный в повестке – автомобильная дорога по улице Ненецкой от улицы Чернова до улицы Рыбников. Работы на объекте завершены. Вопросы, которые волнуют депутатов – своевременная очистка от снега, возможность устройства дополнительных дренажных систем. Далее автобус перемещается на улицу Ленина. Здесь от улицы 60 лет СССР до улицы Рыбников запланирована реконструкция. Значит, сделано примыкание к улице Рыбников в ненадлежащем состоянии, поэтому будем приводить ее к нормативным требованиям. Ну, планируем реализацию 2019-2021 год. Проект подразумевает реконструкцию дороги продолжительностью 500 метров. Планируется, что на некоторых участках появится трехполосное полотно шириной до 3,5 метров, тротуары от 2,20 до 2,5 метров, замена дорожного покрытия. Следующий объект – дорога по улице Октябрьская. Народные избранники настоятельно просят представителей администрации обратить внимание на оборудование ограждения вдоль дорог. По их мнению, заборчики должны обеспечивать безопасность, ведь несмотря на то, что их устройство согласовано с госавтоинспекцией, на деле это не всегда так. Следующая остановка – микрорайон Сахалин. Мы сейчас будем реконструировать в следующем году этот участок дороги. Вот именно это место, оно очень напряженное. Люди приезжают за водой, берут на колодцы и спосит поселка искателей, местные жители приходят. Когда идет дождь, здесь постоянная грязь, огромное лужа. Этот участок будет тоже полностью благоустроен. Здесь же будет организована парковка для автотранс, которая подъезжает к магазину и к колодцу для набора воды. Кроме того, в этом районе будет реконструирован массивный бетонный забор, который подвергся масштабному разрушению. Все вопросы, которые сегодня депутаты задают представителям администрации, ранее были озвучены горожанами на встречах с парламентариями. Например, жители микрорайона «Вилледж» волнуют вопрос устройства тротуаров. Дети здесь ходят по проезжей части, и когда снег навален и не почищен, они ходят реально по проезжей части. Но это же аварийная ситуация. Планируем здесь запустить один маршрутный автобус, и он будет пролегать вот здесь. Завершающий объект в списке рабочего совещания – дорога монтажников «Угольная юбилейная». Работы здесь уже завершены, и вскоре движение по мосту через захребетную курью будет открыто. Предстоит устранить выявленные нарушения. Дополнительных расходов из бюджета не потребуется. По мнению депутатов, на каждом из этих дорожных объектов необходимо еще раз рассмотреть целесообразность и безопасность устройства тех или иных элементов. «Ведь не все вопросы мы здесь и ответы получим. Есть спорные моменты. Их надо тоже посмотреть для того, чтобы продолжить разговор. А самое главное, мы фактически отражаем здесь именно те вопросы, которые задают нам наши избиратели, наши жители». Однако все мероприятия, запланированные профильным департаментом, согласованы и обоснованы решениями госавтоинспекции, прокуратуры и жизненной необходимостью, считает руководитель департамента Александр Лидер. «Все претензии депутатов связаны с тем, что, к сожалению, в нашем регионе строительство автомобильных дорог достаточно дорогое удовольствие. И реконструкция автомобильных дорог тоже дорогое удовольствие. Поэтому их претензии обоснованы, но они все подтверждены проектной документацией и все проекты проверены в экспертизе и имеют положительное заключение экспертизы». Выездное совещание по объектам дорожного хозяйства – заключительное мероприятие в этом вопросе. Ему предшествовали специальные комиссии и встречи с представителями профильного департамента. По итогам парламентарии представят администрации документ, чтобы все замечания были учтены в период верстки бюджета на 2019 год и последующие периоды. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Жители региона все чаще стали обращаться в полицию. Об этом заявил заместитель начальника управления МВД России по Ненинскому округу Сергей Сахаров. Он озвучил предварительные итоги учетно-регистрационной дисциплины. Так, за последние 10 месяцев сотрудниками правоохранительного ведомства зарегистрировано порядка 9 тысяч различных правонарушений. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, учетно-регистрационная дисциплина в структуре МВД – это внутренний контроль за соблюдением законности. В нее входят прием, регистрация и разрешение заявлений о совершенных преступлениях в отношении граждан. Сергей Сахаров отметил, любая информация, поступившая в полицию, должна быть обязательно проверена. На сегодняшний день сообщить о том или ином правонарушении можно тремя способами – по телефону, через интернет, либо же непосредственно в дежурную часть. Задача полицейского – зарегистрировать обращение, офицер должен выяснить, что именно произошло у человека, предварительно установить характер правонарушения, а также степень его тяжести. После принимаются соответствующие меры реагирования. В случае, если гражданин обращается лично в дежурную часть управления, то сотрудник дежурной смены должен обязан выдать ему талон уведомления. Дальше, далее у нас следует этап рассмотрения сообщения о правонарушении преступления. Сроки рассмотрения сообщения о правонарушении у нас составляют трое суток, но в зависимости от характера и степени сообщаемого события, сроки рассмотрения сообщения о правонарушении преступления могут быть продлены до 10 суток, а в исключительных случаях до 30 суток. Также один из этапов учетно-регистрационной дисциплины – принятие решения о возбуждении или отказе уголовного или административного дела. В случае, если сообщение поступило анонимно, анонимно у нас признается то сообщение, где не указываются фамилиями и отчества, либо отсутствует адресат, то это сообщение у нас, конечно же, признается анонимным. Но вместе с тем оно не регистрируется, но передается в то подразделение, некомпетентное подразделение, которое проводит соответствующую поверху. Если факты, изложенные в анонимном сообщении, подтверждаются, то в обязательном порядке оно регистрируется и далее проводится соответствующая проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вне зависимости от того, сообщил гражданин об своей фамилии, о своих данных и о месте проживания, если оно касается сведений о террористической угрозе, то это сообщение однозначно регистрируется. Добавлю, повышение учетно-регистрационной дисциплины относится к приоритетному направлению в деятельности полиции. Соблюдение законности при рассмотрении заявлений и сообщений от граждан является определяющим критерием оценки оперативно-служебной деятельности правоохранительного ведомства. И в завершении выпуска в Наринмаре семья сотрудника Росгвардии одержала победу в региональных соревнованиях «Динамо. Папа-мама-я. Спортивная семья». Праздник проводится в Ненинском округе пятый год подряд. На этот раз мероприятие посвятили Дню Матери. Все подробности в материале выпуска. Участие в соревнованиях приняли семьи членов региональной организации «Общество «Динамо». Каждая команда состояла из двух родителей и ребенка. При этом младший участник мог на время почувствовать себя лидером, ведь именно ему предстояло стать капитаном команды. Этот семейный спортивный праздник мы проводим уже, наверное, пятый год подряд. В этом году он посвящен Дню Матери, так как сегодня День Матери. Очень хорошо, что команды, которые сегодня участвовали, тут показали свою деятельность и папа, и мама, и сам ребенок, так как капитан команды были дети. Хочется, конечно, чтобы вот такие праздники немножко, может, у нас почаще бы проводились, потому что здесь дети ведь, дети сотрудников, они фактически не видят своих родителей, потому что то мама, то папа на работе. А вот именно вот на таких спортивных праздниках, когда и ребенок, и вместе с мамой выполняют одно и то же упражнение, это же очень сплачивает коллектив, сплачивает семью. Организаторы мероприятия подготовили для участников целый ряд непростых упражнений на скорость, ловкость и смекалку. Одними из самых зрелищных испытаний стали конкурс девизов и упражнения «Хозяюшка». Мамы соревновались в челночном беге с препятствиями в виде развешивания на веревку и собирания в корзину стиранной одежды. Жюри оценивало не только личные достижения каждого из спортсменов, но и их умение обработать в команде, используя сильные стороны каждого из членов семьи. Лучше всех заданиями справились и удостоились Кубка соревнований с супругей Андреей и Татьяной Колотиловой с шестилетним сыном Ярославом. Мальчик мечтает пойти по стопам родителей и стать защитником Родины. Серебряную медаль вручили семье военнослужащего Росгвардии Андрея Тягай, а бронзовую – семье сотрудников окружного УМВД Сергея Захарова. Помимо этого, каждый из участников получил грамоту, книгу «Олимпийское золото МВД», «Сладкий подарок» и массу положительных эмоций. Владимир Рожин, Александр Бабрикович, Сергей Шарун, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok